Палетки, значит, и, скажем, довольствуются тем, что у них есть. Это всегда очень приятно. И сегодня у нас тема необычная – психология здоровья. Обычно я выступаю всегда по применению трансфер-фактора, что это такое, из чего он состоит. И, конечно, здесь накоплен очень большой опыт, но в процессе вот такого длительного применения трансфер-фактора, вы знаете, опыт показывает, что есть некоторые составляющие, которые приводят к стопроцентному излечению. А все мы хотим быть здоровыми, правда? И здесь психология имеет очень большое значение. Как это казалось бы, не парадоксально. Хотя, я думаю, для многих это уже не является, скажем, теоремой, а это аксиома. То есть это то, что не требует доказательства. И, наверное, на сегодняшний день у нас ситуация довольно-таки непростая сложилась в обществе. Почему? Потому что у нас очень много литературы о здоровье, правда? То есть все мы читаем, какие нужно делать упражнения, как нужно правильно питаться. Читаем книжки по какому-то заболеванию и с радостью думаем, что ура, у меня пока этого еще нет. Или, например, нашли какой-то новый метод, думаю, ну все, с завтрашнего дня я начну, и у меня завтра пойдут результаты. Они либо бегать, либо питание поменяют, либо диету какую-то буду использовать для себя. Но казалось бы, все так просто, но, к сожалению, как-то это не работает, правда? И получается так, что, смотрите, наша медицина на сегодняшний день, она достигла огромных результатов. И еще в 2004 году, знаете, мне поразил доклад Семьерной организации здравоохранения, в котором говорилось о хронических заболеваниях, о новаторских подходах к лечению хронических заболеваний. И вот там говорилось совершенно четко, что на сегодняшний день медицина на высочайшем уровне, да, у нас шикарные технологии диагностические, да, у нас компьютерная техника, у нас методики оперирования новые, у нас методики лечения, у нас все больше и больше новых препаратов, но, к сожалению, здоровье человека все хуже, хуже и хуже. И, наверное, я не буду сейчас все цифры приводить, какая смертность, какой рост онкологических заболеваний, но, наверное, вот больше всего поражает то, что когда школьники, выпускаясь из школы, проходят диспансеризацию, выясняется, что где-то 80% детей имеют хроническую патологию. То есть, собственно говоря, никто не знает, что делать с хроническими заболеваниями. И вот еще в 2004 году ВОЗ был озабочен, и они делали такой прогноз, что к 2020 году примерно 80% всего населения будут иметь хроническую патологию, с которой справиться очень сложно. Так вот, что же дальше делать, да? И вот смотрите, то же самое Всеверная организация здравоохранения, этот слайд, я думаю, многие уже знают, да, от чего зависит здоровье человека. Я, когда его первый раз увидела, я где-то даже была возмущена. Знаете, возмущена тем, что мне казалось, что медицинское обслуживание, оно имеет гораздо больший вес, гораздо большее значение, да, в здоровье человека. Мне кажется, у нас такая передовая медицина, у нас такие препараты, у нас такие технологии. Ну, как, наверное, человек, который любит свою профессию, мне это как-то немножко зацепило. А сейчас я понимаю, насколько это справедливо и насколько это перспективно для каждого из нас. Посмотрите, у нас всего лишь 10% здоровья зависит от социальных условий, 15% наследственность, 8% медицинское обслуживание, естественно, климатические условия, даже в Сочи или где-то на севере, это, да, в Североморском, это имеет значение. И 60% зависит от нашего с вами образа жизни. Я не открываю Америки, да, я не говорю чего-то такого, чего вы не знаете, но это те цифры, на которые мы можем опираться и можем что-то сделать сами для восстановления своего здоровья. Почему это важно? Конечно, мы все хотим жить долго, правда? Но ведь, наверное, важно жить не просто долго, а в каком качестве. Можно жить и 90 лет, да, но когда из-под тебя убирают утки, наверное, это не очень приятно, правда? А можно в 90 лет вальс танцевать. Так вот, чтобы и жить долго, и качественно, нужно вкладывать в собственное здоровье, чего мы никогда не делали, правда? На все у нас хватало средств, на все у нас хватало времени, кроме того, чтобы вложить в самих себя, а это в наши голове. То есть мы не ценили себя, и не ценим, я бы так сказала, да, надеюсь, что многие здесь уже поняли, как это важно вкладывать в собственное здоровье. И вы знаете, еще, помните, у нас был такой кардиолог, Николай Михайлович Амосов, да? Совершенно удивительный человек. И вот у него в 87-м году, еще в 87-м году, смотрите, как давно, да, получается сколько, почти 20 лет, больше даже. Вот у него вышла книжка «Раздумие о здоровье». И вот Амосов, да, казалось бы, ведущий кардиохирург, Советский Союз и так далее, вот он пишет в этой книжке то, что есть небольшие цитаты, я вам привела. То есть это его идейное состояние здоровья. А говорит он о том, что виноват в своем отсутствии здоровья сам человек. То есть мы сами себя загоняем в болезнь. И медицина, она действительно хорошо лечит, да? Но она не может дать здоровье. Парадокс казалось. Мы привыкли к тому, что мы приходим к доктору и говорил, вот он, я замечательный, лечите меня, да? А я посмотрю, как вы тут справитесь с моей болячкой. И если все хорошо, замечательный доктор, замечательный препарат и так далее. Но если что-то не так, как человек говорит, доктор плохой, препарат плохой, метод плохой, и вообще все ужасно, никто еще не знает. Но ведь здоровье-то самого человека. Это нужно ему, а не доктору, это нужно. И мы забыли о том, что мы-то сами тоже что-то должны делать для восстановления собственного здоровья, правда? И вот я все время говорю, да, человек пришел на прием, и мы его выводим на старт. Мы его вывели, вытащили из ямы и поставили на старт. А куда он побежит, это уже его дело, это уже его выбор. Либо он снова в эту яму попадет, что, как правило, и происходит, если ничего не меняет он в своей жизни, да? Либо он, так сказать, поправится и больше никогда не вернется. И болезнь не вернется. Поэтому медицина, она хороша в острых случаях, она хороша, когда у нас случаются какие-то ситуации критические. Но в целом здоровье зависит только от нас с вами. И вот это нужно очень хорошо понимать. И, конечно же, да, для того, чтобы быть здоровым, нужны какие-то усилия. И более того, хочу сказать, что чем мы старше становимся, тем их усилий нужно прикладывать больше и больше. Для чего? Опять же, для того, чтобы качество жизни было достаточно на высоком уровне. И сейчас очень много болезней Альцгеймера, да, в потере памяти. Вот вчера показывали Джека Николсона, что он не может сниматься, да, поскольку, так сказать, не может запомнить текст. Не исключает, что нам болезнь Альцгеймера. Очень много людей, которые, допустим, теряют подвижность, да, не могут передвигаться с возрастом. Поэтому, конечно же, чтобы быть здоровыми, нужно что-то делать для себя. И здесь трансфер-фактор играет совершенно уникальную роль. Почему? Потому что с возрастом идет инволюция вилочковой железы, снижается естественным образом иммунитет, и начинаются хронические заболевания. Так вот, для того, чтобы поддержать иммунную систему на хорошем уровне, обязательно нужно принимать его. В этом, который после 40 лет, это уже как бы как отчинаж, да. Можно менять формулы, да. Тем более, видите, сегодня показывали, как много этих формул. И очищающие, антиоксидантные, поддерживающие, и фиброметр для суставов, и реагиды, все, что хотите, да. Но нужно принимать это для того, чтобы качество жизни было достаточно высоко, на высоком уровне. И поэтому, естественно, если мы вкладываемся, то здоровье можно вернуть практически всегда. Вот это я просто, ну не знаю, вот уже голову могу дать на отсечение, потому что очень много случаев в своей практике. И вот последний из них, женщина с пузырчаткой, когда я увидела, ну ее выписали из стационара, вы знаете, просто как из фильмов ужаса, да. То есть вот места живого нет, как восставший из ада. То есть кожи практически нет, и лицо, и голова, и все-все-все. А вот выписали, собственно говоря, уже, ну, от безнадежности, ничего невозможно сделать. Мы с ней работали полтора года, сейчас она ходит чистенькая, хорошенькая, и все замечательно. Но это был труд, труд, да. То есть поначалу тоже было такое, лечите меня. И вот здесь, опять же, я хочу сказать, роль трансфер-фактора. Когда человеку плохо, когда у него все болит, он не пойдет ни в спортзал, он ничего не будет делать, потому что у него нет энергии. И вот тогда мы начинаем применять трансфер-фактор, у него появляются силенки, у него появляется интерес к жизни. И вот здесь потихонечку мы уже добавляем все остальные составляющие. Вот. А какие это составляющие, мы сейчас чуть-чуть поговорим. И вот еще хотела сказать то, что говорил, напомнить, скажем, то, что говорил Николай Михайлович Амосов. Это то, что мы вкладываем какие-то усилия, да, скажем, усилия для своего здоровья. А зачем нам наше здоровье? Для чего оно? Жить. Жить. А что значит? Хорошо жить. Хорошо жить, конечно, да. То есть, как бы, знаете, иначе может получиться так, доктор, я жить буду, а смысл, да? То есть у каждого человека, у него должен, ну, как человек, который хорошо живет, у него есть цели. Правда? И вот наверняка вы в своей, из своей жизни, из фильмов можете встретить, вспомнить массу случаев, когда, допустим, человек живет, и у него и здоровья нет, и сил нет. Ну, и там, допустим, маме нужно ребенка на ноги поставить, и она до последнего будет держаться. Или там, я не знаю, мужчине нужно дом построить, да, и он будет биться. Или там, допустим, какую-то научную работу довести до конца, да? То есть, когда у человека есть цель, есть смысл жизни, тогда, конечно, есть интересы вкладываться в здоровье. А если, как говорится, живем вот так, как животные, да, поели, поспали, попили, сходили в туалет, ну, так сказать, что воля, что неволя, все равно, да, естественно, тогда и, скажем, и состояние здоровья начинает ухудшаться, 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 и, как правило, обратите внимание, долгожители – это люди активные. Согласны? Даже бабушки, которые, вот, долгожительницы, они же не сидят на месте. Они же, вот у нас бабушка жила, она у нас 90 лет вальс танцевала, вот, да, и в 94 года только умерла, так она в наклоночку весь пол, все дорожки вымывала. Когда я ей говорила, бабуля, я пропылесосил, зачем ты это делаешь? Она говорит, ну, что там твой пылесос? Понимаете? То есть она и стала себе активную какую-то деятельность. Она читала книжки, поэтому, если мы хотим долго жить, конечно, нужно вкладывать в свое здоровье. Но вкладывать имеет смысл только тогда, и стимул появляется только тогда, когда у нас есть какие-то цели. Согласны? То есть мы все на празднике желаем друг друга счастья и здоровья. Согласны? Вот всегда жена, счастье и здоровье. Если у нас есть здоровье, это замечательно, да, это действительно счастье. А вот если нет здоровья, то это уже не счастье, потому что и рады в горы пойти, да, а вот не позволяют здоровья. Поэтому здесь вот такое сочетание. То есть мы можем, будем вкладывать свое здоровье только тогда, когда у нас есть какие-то интересы в жизни. Когда мы хотим куда-то съездить, когда мы хотим что-то сделать, когда мы хотим, я не знаю, у каждого свои мечты, да, то, чего желает. Тогда нам это здоровье не нужно. И вот в процессе, наверное, деятельности своей, да, работы сложилась целая система. Система очень простая. Я вообще люблю очень сказки, потому что сказки это какая народная мудрость, там заложено все. И помните хорошо сказку «Репка», да? Садил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Так вот, как я говорю, выросла болячка очень часто, большая-пребольшая. И приходит время ее тянуть. И вот первым, самым сильным приходит ее тянуть. Кто? Дед, да? Как вы думаете, кто это? А? Кто? Нет. Вот то, что, помните, я говорила. Вот он я, лечите меня, да? А я тут посмотрю, как вы с этим справляетесь. Так вот, первый, самый сильный, самый мощный – это мысли в голове. Конечно. То, как мы думаем, да? Что мы думаем? То есть, если мы в состоянии счастья и радости, у нас вырабатываются гормоны радости, эндорфины, энкефалины, да? Иммунитет у нас на высоком уровне, мы не заболеваем. Помните Великая Отечественная война? Какая была мобилизация на победу? Никаких эпидемий гриппа не было, да? У Руслановой по морозу босиком мимо уходила, да? Когда влюбленные подождем, там, да, или никто никогда не заболевает, согласны? Потому что вот это состояние радости, счастья, оно способствует выработке вот гормонов радости. Но как только уходит человек в депрессию, как только ему становится плохо, все ужасно, жизнь не мила, радости нет, все плохое. Страна плохая, правительство плохое, соседи вообще, дети непонятно, что, да, вот вам, пожалуйста, онкология. Обеды, да, как бы неприятные, это все, человек начинает злиться, в том числе и на самого себя, и начинается заболевание. И здесь вот можно привести просто пример, помните Савелий Крамеров и Айда Ведищева, да? Вот они вместе уехали, эмигрировали в Америку, и параллельно обоих была онкология, но вот Айда Ведищева как-то взялась за себя, да, вытащил за себя, а Савелий ушел к депрессии, собственно говоря, он ушел из жизни. То есть вот это состояние наше психоэмоциональное, оно напрямую влияет на наше состояние здоровья. Почему я и говорю, что должны быть цели, и когда наверняка на бизнес-семинарах все прописывают цели, что я хочу в жизни, то есть должна быть страсть, должна быть мотивация, да, для чего мне это все надо, да, для чего мне деньги, деньги сами по себе, они ничего не значат. Может быть я хочу в горы, да, а другой дом хочет, а третий там еще чего-то хочет, поэтому обязательно должна быть цель, обязательно должна быть какая-то мотивация. Второй у нас, кто у нас, бабка это кто? Быстренько, давайте, ну как вы считаете? Так, мы общаемся. Питание. Питание. Питание, конечно. Бабка это питание, да, то есть ограничение в питание не буду вдаваться, потому что если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом, и даже он принимает трансфер-фактор, но ничего не меняет в образе жизни и в питании, трансфер-фактор поможет, он даст ему время, время, да, на, скажем, восстановление, но полного излечения, скажем, вот такого, чтобы забыть, ну, говорить сложно, поэтому это тоже очень важный момент. Внучка, это, не буду вас мучить, это очищение, это закаливающая процедура, про которую говорила Моссов, да, это бани, вот тут любитель бани есть у нас, вот, это питьевой режим элементарный, да, то есть это тоже имеет большое значение. Следующее у нас жучка. Это что у нас может быть? Движение. Движение, конечно. Движение, то есть без физических нагрузок не может быть здоровья просто, да, то есть если лечь и лежать, да, ну, тоже ничего не произойдет. Поэтому хотя бы час в день ходить, просто ходить, это уже нормальная нагрузка на позвоночник, это массаж всех межпозвонковых дисков, это, позвоночник, это основной энергетический канал, поэтому и здоровье у нас уже будет пребывать, но час в день ходить, так сказать, четко. Вот, а если еще какой-то там спортзал, фитнес, там, я не знаю, пилатес, йога, спиральная гимнастика, плавание, танцы, все, что хотите, главное, чтобы оно радовало вас, да, не тому, что надо, а чтобы вот удовольствие, а еще лучше тот вид спорта, который любили в детстве, да, кому-то футбол, кому-то, ну, кому что. Поэтому берите на вооружение и применяйте это в своей жизни. Следующий, кошка, это сон, да, казалось бы, что там сон, вот. Не буду тоже много говорить, просто скажу, что, почитайте по поводу мелатонина. Мелатонин у нас вырабатывается, пик активности мелатонина с 9 до 12 ночи. И, естественно, отсюда вывод, спать ложится не в тот день, когда встаем, да, потому что мелатонин, он регулирует, это эпифизом вырабатывается такая у нас железа есть, раньше, кстати, считали, что это был третий класс, когда-то эпифиз. Вот, это наша связь с тонким миром, это выработка мелатонина способствует и восстановлению репродуктивной сферы, иммунной системы, да, обмен веществ. То есть это все действие мелатонина. Вырабатывается он только в темноте, в темное время дня. Поэтому раньше в Советском Союзе за ночные смены платили двойную доплату, потому что понимали, что это действительно очень вредно. И есть случай, когда вот у меня молодой человек есть, он устроился работать охранником, было бы замечательно, ночь спит, там, да, ну, не всегда приходилось спать, через три года у него нарушение ритма сердечного, да, среднесосудистая недостаточность и прединфарктное состояние везде стационар. Просто работал по ночам в течение трех лет. То есть это важный момент. И последняя мышка, с которой, собственно говоря, никто эту репу не вытянул, это что? Отдых. А? Отдых. Трансфер-фактор. Конечно. Конечно, трансфер-фактор, потому что это то, что нам помогает справиться со всем. Но если, конечно, нужны нам какие-то лекарственные препараты, я тоже их применяю в своей практике, если это необходимо, да. Но мы сегодня больше говорим о профилактике, о том, чтобы нам иметь хорошее качество жизни. Не тогда, когда мы уже в яме, да, и приходится тяжело это вытаскивать, вот как деду эту репку, да. Приходится смотреть, как много брать всех на помощь. А когда мы поддерживаем свое здоровье, тогда и проблем таких не возникает. И здесь хочу вас порадовать тем, что работает синергический эффект. Синергия – это усиление одно-другого. То есть если мы немножечко стали позитивнее, да, поставились для цели какие-то в жизни, что-то хотим, да, немножечко питание подкорректировали, да, двигаться начали, да, спать чуть пораньше стали ложиться, да, да, водичку стали петь, да еще и трансфер-фактор начали принимать. Но здесь, ребята, результат уже не на 5% будет, да, а он будет и на 85, и на 95, как бы по-разному бывает, да. Но это совершенно другие результаты. У нас же, к сожалению, мы часто кидаемся из крайности в крайность. То давай, значит, пойду в спортзал, мне что-то не помогает, дай-ка на диету сяду, да, тоже не работает. Нет, сказали трансфер-фактор, буду петь трансфер-фактор, да. То есть вот не надо кидаться из крайности в крайность, берите на выражение, имеет значение все. Да, вот здесь как-то оно сложилось, вот именно то, что как бы необходимо. Ну, и поскольку мы заговорили о том, кстати, помните, как начиналась репка? Посадил дед репку. Скуда у нас болячки берутся? От мыслей. В голове, совершенно верно. Почему из головы? А дело все в том, что мы с вами мыслим образно, у нас образное мышление. Ну, давайте, чтобы это было понятно, что это, такой пример приведу. Вот лимон, да, представьте, такой сочный, да, кисленький лимончик, сочится, капельки капает. Ну, не буду, а то что вы начинаете чувствовать? Слюна потекла, да? Лимон у вас есть во рту? Нету. Нету? Слотово. Ну, ферменты вырабатываются, правда? Почему? Потому что наш мозг, представя этот лимон, начал, как бы вот, обработав эту информацию, начали вырабатываться ферменты. Но у нас в рот же ничего не попадало, правда? Вот точно так же работает видеомоторный массаж. Когда спортсмен масса исследований, да, когда человек думает, что он делает, физкультуру, а там, когда в гипсе нога, допустим, спортсменам некогда там, да, останавливаться. У него нога в гипсе, а там через две недели ему на игру надо. И вот он лежит, и он мысленно представляет, что он делает упражнение. Снимает гипс, мышцы не атрофированные. Смотрите, как интересно. Вот так мы с вами устроены. Поэтому очень важно, что мы думаем и как мы думаем. Если мы думаем, что все ужасно, все плохо, у нас все будет действительно так. Поэтому очень важно думать позитивно, очень важно ставить себе цели и достигать. Потому что напрямую у нас идет связь иммунной системы, нервной и эндокринной. Какой механизм, да, как это происходит? Я сегодня вам буду рассказывать с точки зрения обычной медицины. Я не буду касаться квантовой физики, да. Кому интересно, можете посмотреть. Видите, в интернете есть такой фильм «Живая матрица». Может быть, кто-то видел. С точки зрения физиологии обычной нашей медицины, что происходит? Смотрите, у нас есть с головным мозгом два таких образования гипофиза и гипоталямус. Вот здесь они представлены, вот такой зелененького цвета. Что это такое? Это командиры гормональной системы. Собственно говоря, они командуют, как работать надпочечником, как работать поджелудочной железе, как работать яичником и так далее, и так далее. То есть, вот видите, допустим, ну вот стереотропный гормон, он воздействует на щитовидную железу, да, самототропный гормон, на рост костей, там фолликулостимулирующий гормон на выработку яйцеклеток, да, на овуляции дальше, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, у нас идет гипофиз, гипоталямус, эндокринная система, да, и иммунная система. А кому у нас подчиняется гипофиз и гипоталямус? Вот эти командиры гормональной системы, как вы считаете? Мозгу. Мозгу, конечно, конечно. То есть, они подчиняются коре головного мозга, да. А что такое кора головного мозга? Это наш с вами интеллект, это наши мысли, это наши эмоции. То есть, если нам хорошо, знаете, вот есть такое выражение, когда человек говорит, тебе прибавили зарплату, вырабатывается адреналин. А когда, говорят, тебе увольняется работа, вырабатывается кортизол. То есть, это гормоны стресса, но они разные бывают. И когда у нас радостное событие, да, у нас тоже может подскочить давление, но параллельно вырабатывается огромное количество гормонов радости, да, эндорфины, энкефалины и другие гормоны. И тогда у нас прилив сил, прилив энергии. Но может быть и обратная ситуация. Все мы с вами, наверняка, да не наверняка, все испытывали стрессовые ситуации. Они могут быть самые разные, да. Это может быть и проблемы на работе, и какая-то депрессивность. Им нужно платить по счетам, не получается там что-то, да. Беспокойство, не выспался в конце концов человек, да, он становится раздражительным. Так вот, что происходит? Когда у человека происходит стресс, в гипофизе, да, гипоталяму сначала воздействует на гипофиз. Гипофиз вырабатывает адренокортикотропный гормон, который воздействует на коронатпочечников, и те уже, в свою очередь, вырабатывает кортизол, гормон стресса. И пошло-поехало. То есть любая стрессовая ситуация снижает состояние иммунной системы, ну, грубо говоря, небольшая стрессовая ситуация на 9-10 дней. Я не говорю, когда тяжелые какие-то стрессовые ситуации. То есть, там, разводы, пожар, переезды, там, ну, что-то такое с потерей близкого человека, там, да, в семье. То есть, это вообще, как бы, вот, иммунитет уходит в яму на длительное время. То есть, опять же, это зависит от психоэмоционального состояния человека. То есть, я вам рассказываю сейчас физиологию, понятно, да? То есть, чтобы вы понимали, как работает вот этим, как работает наш организм в ответ на какие-то стрессовые ситуации. И тогда подумайте, а выгодно ли переживать? Невыгодно, правда? Вот просто не... Смотря что переживать? А, что? Смотря что переживать. Смотря что переживать? Нет, какой-то, я имею в виду, переживать какие-то, ну, неприятности, да? Кстати, в Библии написано, уныние – смертный грех. Вот прям прямым текстом. Уныние – это смертный грех. Если человек впал в уныние, ну, значит, грустно все может закончиться. То есть, это все имеет значение. Что же происходит на уровне клетки? Вот схематично, как показала вам, значит, вот клеточка у нас, да? Вот зелененькая – это она здоровая, хорошая клеточка, к ней приходят приводящие сосуды, которые приносят кислород, питание, да? И есть выводящие сосуды, которые выводят токсины, шлаки, и клеточка, скажем, продолжает функционировать. Если же происходит какая-то стрессовая ситуация, а любая стрессовая ситуация приводит к спазму сосудов, правда? Вот. Что происходит? Естественно, клетка начинает плохо питаться и плохо выводится шлаки. Ну, это все компенсируется. А вот если у нас тяжелая какая-то ситуация, длительный стресс, там, да? Или длительный человек находится в каких-то неблагоприятных условиях, да еще переживает по этому поводу. Вот. То вот эти спазмы сосудов приводят к тому, что клетка перестает получать достаточное количество питания и не выводятся из нее нетоксины и шлаки. И клеточка заболевает, образно говоря, да? А раз заболела клетка, соответственно, заболевает ткань, ну и образно, я говорю, да, и орган. И мы уже видим органную какую-то патологию. Понятно это, да? То есть очень важно, чтобы у нас сосуды не были спазмированы. И поэтому как можно меньше реагировать, скажем, негативно на какие-то, скажем, ситуации, которые нам не нравятся в нашей жизни. И в итоге мы с вами выходим на что? Смотрите, какие у нас причины заболевания. А причины заболевания у нас, в первую очередь, это какая-то социальная проблема, правда? Ну вот негде жить, начальник там что-то себя, нет денег, не хватает, работа не нравится. Это может вызывать какие-то отрицательные эмоции. Страх, гнев, там, да, зависть, эти ощущения, обида, злость и так далее. Соответственно, это уже приводит к спазму сосудов. Но здесь есть обратная связь. Когда нам плохо, да, вот, как, знаете, человек с похмелью, он хороший человек, он говорит, уйдите от меня сегодня все, да? Вот будем завтра разговаривать. Почему? Да потому что спазмы сосудов, они дают интоксикацию. А на состоянии интоксикации, естественно, человек не может адекватно себя вести. Он тоже будет проявлять какие-то отрицательные эмоции. Это, в свою очередь, приводит к социальным проблемам и, естественно, вот к унынию, то, что я вам говорила, нарушению духовных законов. И в итоге у нас с вами круг замкнулся. Смотрите, да, как интересно. Поэтому вот нельзя на сегодняшний день списывать со счетов то, как мы живем, то, как мы чувствуем. Я вот поняла, как здесь вчера такие пляски были. Вот. И я думаю, получили столько эндорфинов, столько радости, да, что зарядили свои организмы на длительное время. Вот это и есть здоровье, да, позволить себе радоваться, как дети. Помните, опять же, в Библии написано, будьте как дети, да? Не стесняйтесь, не бойтесь проявлять свои эмоции, радуйтесь, да? Жизнь в радости должна проходить. И вот очень интересное, как-то я… Помните, читали все Карл Маркс, Фредриха Энгельс, Ленин, да, у нас были. Вот, кстати, очень интересное определение жизни у Фредриха Энгельса. Вы знаете, вот удивительно, но это действительно так. Что такое определение жизни? Это по Энгельсу. Жизнь – это и есть способ существования белковых тел. То есть все мы с вами состоим, да, из клеток, да, из белков, аминокислот, и так далее, и так далее. Но существенным моментом, который является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой. Причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приходит к разложению белка. То есть у нас все время происходит обмен, обмен информацией, но на разных уровнях. Это может быть обмен информацией на биохимическом уровне, да, когда мы пьем препараты, например. Обмен информацией на физическом уровне, мы чувствуем, что человек хороший, плохой. Обмен информацией на информационном уровне. И сейчас мы с вами выходим в век информационных технологий. И как клетка является структурной единицей нашего тела, так человек является структурной единицей общества. Нравится нам это или не нравится, но это так. Поэтому очень важно, да, чтобы был правильный обмен информацией. И здесь трансфер-фактор нам как раз дает вот этот карт-бланш, да, чтобы у нас было нормальное обмен информацией внутри организма. Но мы с вами с другой стороны, живя в обществе, должны помочь себе, да, скажем, правильно обмениваться информацией с теми людьми, которые нас к чему-то продвигают. Избегать нытиков, избегать, там, да, тех, которые жалобщиков, которые люди в депрессии, которые вас просто вытягивают назад. По минимуму общения. Это не значит, что нужно прервать контакты, но здрасте, здрасте, дороглюсь, да. Вот, то есть общаться с теми людьми, с которыми вам комфортно, которые вас к чему-то могут привести, привести к вашим целям в первую очередь. То есть хотим мы это или не хотим, но это так. Если говорить на уровне тела, да, на сегодняшний день, то обмен информацией идет на уровне ДНК, да, то есть мы все, у нас, как бы, у всех есть белки, жиры, углеводы, аминокислоты и так далее, да, но мы все разные немножко, но мы не обезьяны, мы не курицы, правда? То есть у нас вот эта вот информация заложена в ДНК, это матрица. А вот то, как мы отличаемся, и то, что происходит у нас внутри, это заложено в пептидах, да, вот пептиды, которые вот окружают, собственно говоря. Так вот, у нас с вами, еще раз хочу сказать, что есть такая возможность, поэтому используйте, пожалуйста, в своей жизни вот эту информационную поддержку, которая поможет выйти на совершенно другие уровни и качество жизни. Еще не могла не сказать, потому что появилась на сегодня, как-то я стараюсь отслеживать все, что новое происходит у нас в жизни. Вот появилась такая новая философия медицины, это в Москве, Камалев Сергей Викторович давал такое, то есть четыре метода, скажем, лечения. Первый метод – это физический, и он составляет на сегодняшний день 90% в мире всего. Восправе болезни – 80%. Ну, мы все это видим, а то и говорят, о чем ВОЗ, что хронизация заболеваний идет и так далее. Второй – это физический плюс психологический, он составляет всего лишь 5%, да, и возврат к заболеваниям 60%. Третье – это физический, психологический плюс духовный. Это то, чего я вам сегодня немножечко коснулась, и еще немножко скажу по этому поводу. Вот когда мы прекращаем нарушать духовные законы, и тогда нам уже становится легче, мы не стоим обижаться, да, потому что мы понимаем, что все, что дается – это наши учителя, это наши, скажем, помощники, поэтому нужно правильно к этому отнестись. Тогда перестанут держаться, злиться, и, соответственно, не получаем те проблемы по здоровью, которые могли бы иметь. Это вот третий, да, и возврат болезни всего лишь 10%. И последний, но таких вот, как он дает данные, что это якобы было дано физически, психологически, духовно, плюс единое божественное начало. Это было дано Атлантиде, шаманы используют там где-то, да, в Тибете. То есть там буквально за несколько, скажем, вот секунд происходит исцеление. Но это уже как бы тонкий энергии, я вот это даже не касаюсь. Ну вот такое представление есть, и оно имеет под собой почву, да, потому что жизнь нам показывает, все мы знаем чудесные исцеления, да, когда у меня была пациентка, выписали умирать, уехала, продала свой бизнес, купила домик в деревне, стала ходить в храм, прощаться, скажем, да, ну, как-то исповедоваться, зиму прожила, весной приезжает, никакой опухоли нет. То есть вот вам, пожалуйста. То есть нельзя списывать со счетов то, что есть в природе, то, что существует. И вот сейчас я вам просто хочу несколько слов сказать о том, почему я училась в Москве, занималась психофизиологией, это метод медико-социально-психологической диагностики Ольги Кузьменко, на автор. Она зарегистрирована Минздраве, в основе лежит метод накатания, а профессор Чижов использует тоже этот метод в своих исследованиях. И вот там, вот эти вот точечки, да, по рукам, по надам, они просто соединены модулями. И вот у нас все меридианы в организме, да, есть, 12 меридианов, легких, сердце, там, да, и так далее, и так далее. Вот я сейчас просто хочу каратенечко пробежаться по всем, чтобы вы понимали для себя, да, что происходит в организме, когда идут какие-то нарушения, чтобы вам было понятно, откуда эта информация. Так вот, меридиан легких, да, очень важный меридиан, меридиан легких, он отвечает у нас за отношения со старшим поколением, с родителями. Пэр по-английски, пэр, а по-русски, р, родители, да, как угодно можно расшифровывать. Почему это важно? Кстати, помните, в Библии написано, что первая заповедь, касающаяся человека, это почитай отца и мать своих, дабы продлились твои дни на земле. Помните, да? То есть без пищи, без воды мы какое-то время можем жить, а без воздуха, к сожалению, как-то не получается, да, буквально одна, две, три минутки, это уж у кого-то там, и все, мы задыхаемся. Так вот, и раньше во всех, как бы традиционно, всегда с большим уважением относились к старшим, к родителям, почитали, старейшины были, да. На сегодняшний день, к сожалению, к великому, да, это мы утратили, вот, к родителям часто относятся небрежно, забывают, бросают и так далее. И удивляемся, почему мы болеем, почему у нас так много бронхиальной астмы и так далее. То есть корни лежат в неприятии, да, старшего поколения. Это могут быть невысказанные обиды, ангины, например, частые, да. Вот вам у детей, кстати, частые ангины, невысказанные обиды. Ребенка воспитывают, а он ничего не может сказать. А родители удивляются, что он у нас болеет и болеет, лечим и лечим. А вместо того, чтобы его приголубить, сказать, ну-ну-ну, да, они говорят, вот из-за тебя опять я на работу не пошла, там, да, и так далее. Поэтому, вот хотим или не хотим, но вот так оно и есть. Поэтому очень важно относиться к старшему поколению с уважением. Очень важно относиться к тем, кто в иерархии выше нас, к стране. Очень интересно, когда я училась в Америке, там, вы знаете, вот те, которые уезжали раньше, до 90-х годов, да, они уезжали, кстати, помните, первая миграция, когда из России эмигрировали, они же уезжали в 17-м году, да, они уезжали с такой любовью к России, они же сохраняли культуру, язык, дети учились, да, они до сих пор, как бы, язык знают, хотя живут в основном во Франции. И вот уезжали люди в 90-е годы, очень много эмигрировало в Соединенные Штаты, они уезжали, многие из них с такой ненавистью, да, что вот это за страна, вот тут такой кошмар. Вы знаете, вот всех, это удивительное наблюдение тоже мое, да, что все, кто уехали с благодарностью, у них все хорошо, они устроились хорошо, у них жизнь налажена, у них там семьи, а вот те, кто уехали с ненавистью, у них масса проблем. Вот поэтому, что в таких случаях делать? Да, что-то не нравится, сейчас у нас мир открыт, мы везде путешествуем, да, но очень важно сказать, спасибо тебе, дорогая страна, ты мне вырастила, да, ты мне дала образование, но реализоваться, наверное, я смогу где-то, да, и с благодарностью тогда, скажем, поддержив свою культуру, свои корни, можно эмигрировать, не вопрос. Но вот отношения, да, это вот как дерево. Если дерево, вот мы к родителям плохо относимся, листочек оторвали, быстро заболеем. А вот если мы к стране плохо относимся, спилили дерево, оно лежит, оно может месяц лежать, даже листочки пустить, правда, но в итоге оно все равно засохнет. Поэтому очень важно относиться к старшему поколению с почтением. Открываем, не открываю я вам истины, правда, просто напоминаю, это то, что действительно влияет на состояние здоровья. И вот то, что мы говорили, у меня женщина с пузырчаткой была, там прекрасные отношения с мамой, но было внутреннее непринятие мамы, такая вот у нее, да, на ней сразу, через полгода до нее начало доходить, как-то вот я ей все рассказывала, рассказывала, потом она поняла, и у них изменились отношения, мало того, что у них, как бы скажем, отношения наладились, все у них стало хорошо, так и болячка начала ухватить. Вот это удивительные вещи, которые, скажем, мы отчасти можем объяснить, отчасти не можем, но факт остается фактным. И, конечно же, степень благодарности, да, степень благодарности и то, насколько человек может сам себя перевостритывать. Это все вот к этой меридиану легкой. Очень важный меридиан сексуально-сосудистый, да. Вот просто архиважный, смотрите, он как называется сексуально-сосудистый. То есть, помните, показывала картиночку, с клеточкой, да, как кровоснабжение у нас идет. То есть то, насколько мы хорошо воспитаны, вот по меридиану легкой, так мы и относимся к противоположному полу. И сейчас у нас большие проблемы в отношении между мужчинами и женщинами, да. И все стремуются, кто круче, кто лучше, кто больше и так далее. То есть мужчина не понимает женщин, женщина не понимает мужчин, и отсюда возникает масса заболеваний. Еще хочу сказать то, что, когда мы женщины взвалили на себя несвойственные ей, скажем, мужские обязанности, да, как-то обеспечение семьи и так далее, и так далее. То есть женщины начинают выполнять мужские дела, но, вот здесь сразу хочу сказать, но, с ощущением ответственности, решительности, исполнительности, да, это мужские качества, уровень эстрогена снижается. Потому что эстрогены, женский гормон, да, это мягкость, это гибкость, это терпение, это любовь. Можно и бизнесом заниматься, но с любовью, понимаете? То есть мягко, гибко, терпеливо, и делать денежку себе, правда, а не так, что сказал, упал отжался. То есть если, у нас бывает такое, правда? Вот, и если женщина начинает управлять такие качества, природа ей говорит, ну, раз ты мужчина, зачем тебе матка? Зачем тебе молочные железы, понимаете, да? То есть очень важно, как бы, вот это, скажем, выстроить грамотно отношения с противоположным полом. Но если женщина не сильная, мужчина что остается? Ну, хорошо, дорогая, просто нравится пошить. Правда? Ну, может, это удовольствие доставляет. Поэтому вот здесь тоже нужно обратить на это внимание, потому что проблем с гинекологией, с молочными железами, предстательность железа очень много, да? На это нужно обратить внимание. И еще второй момент сюда, который можно рассмотреть, это общительность, разговорчивость человека. Очень часто, когда мы говорим, мы не можем услышать противоположную сторону. И вот особенно в сетевом маркетинге всегда, наверное, вам говорили о том, что важно услышать, что человеку надо. Не рассказать, какой трансфер-фактор замечательный, а услышать, что ему надо. Может, у него проблемы в семье по здоровью, а может, у него денег не хватает, а может, у него там мама больная, да? То есть услышать. Поэтому мы, к сожалению, не всегда это можем. Мы говорим, 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 говорим и пытаемся свою линию прогнуть, проложить и, так сказать, быть правыми. Поэтому на это тоже обратить внимание. Сердце. Сердце – это вообще душа. Кстати, самый высокий летальный завод каких у нас заболеваний? Сердечно-сосудистых, конечно. То есть что это такое, если говорить на психосоматику? Не хватает любви и понимания с противоположным полом. Тепла не хватает, любви не хватает. И тогда начинаются вот эти спазмы сосудов, сердечные мышцы. Спазм сосудов, сердечные мышцы. Вот не хватает тепла, не хватает любви. И человек, естественно, начинает убежаться. Начинает убежаться. Никто меня не любит, никто меня не ценит. И так далее, и так далее. И возникают вот такие неприятности. Точно так же вот на работе. Какой-то начальник не ценит, не понимает. Я тут весь выложился, да. Но выкладывай все равно столько, сколько ты можешь. Понимаете? А не до последнего уже. То есть тут разные ситуации, но главное, как ты к этому относишься. Если тебе хорошо, да, и ты поделился тем, что у тебя, тебе хорошо. То есть ты не будешь думать, как бы ждать в ответ, что тебе ответят тем же. Тебе хорошо, ты поделился и забыл. Но вот если ты из последних сил все это делаешь, а тебя не оценили, ох, как обидно становится. Я тут коснила жуть, да, а меня еще и не ценят. Поэтому тоже грамотно нужно к этому относиться. Следующий это 12-перстные кишки, а мердян тонкой кишки. Тоже очень интересный. Это наша судьба. И отсюда еще безучесть. Кстати, интересно дают у хирургов, если у них мердян синенькие, то значит все в порядке. Если красненькие, то как-то тут подумаем. Смотрите, почему 12-перстные кишки. Смотрите, 12-перстные кишки. Пища из желудка попадает в 12-перстные кишки. Туда же идет проток из желчного пузыря, туда же проток идет из поджелудочной железы. И собственное таинство переваривания пищи происходит в 12-перстной кишке. Согласно? То есть способность переваривать пищу. Переносим на психосоматику. Способность переваривать травмирующую психику ситуацию. Переживаем, пережевываем. Не жуйте ситуацию. Пищу жуйте как следует. А вот ситуацию не надо ее пережевывать. Потому что это единственный модуль, который надо ней. Он однозначно переведет к невезучести. Вот птица счастья полетает, полетает. Вам говорят, а вот там есть, вот как Алексей Иванович говорил, вот такая возможность надо использовать. Да, отстань мне не до того сейчас. У меня вот своих проблем там, да. Вот и на возможность пролетела раз, пролетела два. А потом сказал, ну извиняйте. И остался, да, вот то, что вы рассказываете, товарищ, ни с чем. Поэтому не надо уходить в прошлое, как бы в свои какие-то проблемы, переживания. Смотрите в будущее, да. Потому что там все у нас складывается. Но когда мы мыслями в переживании вот того, да. Вот он такой, сикой, или вот там дети, вот жилье там, да. Это ни к чему хорошему это не приведет. Более того, может привести к проблемам с подживотом, с двенадцатиперстной кишкой. Слой до язвы двенадцатиперстной кишки. Недовольство судьбой, недовольство собой. Там все что угодно может быть, да. Вот. Поэтому отсюда зависит и везучесть, и находчивость. Все отсюда идет. И еще вот такую картиночку поместила. Казалось бы, один и тот же день вот пройдет по бордюрчику. Один человек пройдет и скажет, ой, какая красивая осень, да. Какие листики, какая травка. А другой пройдет и скажет, ну и вообще, что за жизнь, лужи, грязь, да. То есть в нашей жизни есть все. Но что мы увидим, зависит только от нас с вами. От нашего мировоззрения, от нашего миропонимания, мироощущения. Это самое-самое главное. Тогда и жизнь будет либо расцветать красками у нас, да. Либо мы будем все время находиться в каких-то полудепрессивных состояниях. Все от нас зависит. Вот мы дошли до меридиана ТР, до гормональной системы. Очень много проблем. Давайте так. Гормональная система. Смотрите, даже слова какие. Гармония. Интересно, да? То есть если мы с вами гармоничны, если у нас все с вами хорошо, то гормональная система работает нормально. Поэтому мы не болеем, да. Вот вы рассказывали, да, там в шортиках, в этой рубашечке, где угодно, да. То есть когда человек гармоничен, он верит, он знает, что он сильный, он как бы, да, смелый, как говорится, здоровый, ничего с ним не произойдет. То же самое великодечественная война. Не болели люди, потому что мобилизация была на другое, мысли были в голове совершенно другие. А у нас сейчас, да, звеной гриб, у-у-у, давайте прививки делать. Птичий гриб, у-у-у, давайте там еще чего-нибудь, да. Вы принимайте трансфер-фактор, да, мысли эти позитивные, ничего вас не возьмет. Ни звеной, ни птичий. Поэтому, а что такое-то еще гормональная система? Это наши физические силы, физические силы. Вот если человек в сил нет, слабость, да, мы тогда начинаем, как жить? На слове «надо». Согласны? То есть вот, ну надо, как барон Мюнхгаузен, поднимаем себя и пошли, надо. Но, а надо, это у нас поджелудочная железа, да, это энергетические возможности, это иммунитет. Вот у нас тогда и работает, как бы, в усиленном режиме и иммунная система, да, и эндокринная система. Вместо того, чтобы, скажем, наладить, скажем, глаз внутри себя и дать просто возможность организму отдохнуть. Всего лишь навсего. Потому что не просто так я говорила про сон, и про сон еще Омосов говорил, да. То есть высыпаться не просто там 6-7-8 часов кому-то надо высыпаться, а именно качество сна должно быть. То есть спать нужно еще раз напомню, ложиться не в тот день, когда встаем. Это физиология. И я все время говорю, что подчинить природу можно только подчинившись ей. Хотим мы или не хотим, у нас приходят приливы, отливы, правда, нас никто не спрашивает. Точно так же нравится нам это или не нравится, да, но у нас включаются биологические числи, и у нас система и органы работают в том режиме, в котором, как бы, созданы природы. Вот и все. А наша задача подстроиться под это и получить максимум удовольствия. Правда? Поэтому гормональная система, кстати, все начинается, все самые тяжелые болячки начинаются с физической усталости, с состояния дисгармонии, да, дисгармонии. Поэтому любая онкология, она начинается вот с состояния дисгармонии. Сюда уходит и обидчивость, и в первую очередь это обидчивость, да, не принятие, а уже на что, на чего, там, это уже другой вопрос. И, естественно, гармоничность, она у нас связана, может быть, с пятью сферами жизни. Когда нам хорошо, когда мы здоровы, когда у нас хорошие взаимоотношения в семье, да, с окружением, когда у нас все хорошо на работе, когда мы материально обеспечены, да, и можем, как бы, что-то делать для того, чтобы расти как личности. Наверное, это наша основная задача в этой жизни, да, стать чуточку лучше, чуточку выше самого себя. И тогда у нас появляется вот эта гармония и счастье жизни, и здоровье приходит автоматически. Нам нужно только помочь, потому что мы много лет не вкладывались в него, да, поэтому вот здесь опять же говорим о трансфер-факторе, потому что он работает информационно. Резидент толстой кишки – это страхи, комплексы, да. Проблем с толстым кишечником очень много. То есть вот многие женщины худеют, да, вот худеют, а, какая я толстая, да, и сразу страх, кишечник сжимается, понимаете, и все там всасывается, нужное и ненужное. Как только она говорит, ну, какой славный пупсик, да, вот. И все, когда кишечники спазмы уходят, все нормально, быстренько выходит из организма. То есть то, как мы относимся к себе, насколько нам страшно выйти из зоны комфорта, это все, да, вот это вот меридиант толстой кишки. Поэтому отсюда и способность нырять задуманную жизнь, да. Берите на вооружение и используйте. И еще очень важный момент – это самоуважение, самооценка, уверенность. Вот такую картиночку поместила. Какими бы вы ни были, в зеркале всегда вы должны видеть вот этого хищника, да, страшный хищник. То есть, знаете, вот сейчас мы разговаривали с перерывчиком, я все время говорю, люди делятся на две категории. Одни делают, а вторые обсуждают, что делают первые. Если вы делаете, будьте готовы к тому, что вас будут ругать, вам будут крутить у виска, вас будут обсуждать, будут говорить, ты ненормальная. Я это проходила, когда я ребенка вытаскивала, за моей спиной чего только не было, понимаете. Сказали, она с ума сошла, она с бадами связалась, она там вообще не пойми, чем занимается. Вот, вроде бы нормальный человек, наукой еще занимается, а тут еще что-то у нее там с головой не так, да. Но когда мы получили результат, повели своих родственников и знакомых, понимаете. Поэтому, если вы что-то делаете, будьте готовы к этому. Это нормально. Когда вы идете на войну, вы знаете, что там стреляют, правда, вас же это не пугает. Вот так и здесь. Если вы начали что-то делать новое, если у вас какие-то новые цели, желания, перспективы, будьте готовы, что вас будут тянуть назад, вам будут говорить, ты ненормальный, ты не тем занимаешься, куда тебя потянула очередная секта. Многие слышали вот такие. Но вы должны понимать, да, осознанно, что вы делаете, для чего вы это делаете. Потому что это, в первую очередь, вложение в ваше здоровье, понимаете. Вот. И потом проходит время, и я начинаю спрашивать, а что ты делаешь, ты так хорошо выглядишь, понимаете. Вот. Поэтому все встает на свои места. И я когда гуляю с внучками, там, да, я и две уже, вот, меня как бы иногда не понимают, я или мама, или бабушка, кто там, да. Поэтому вот не надо даже ничего говорить, это просто принимайте, живите так, как вы считаете нужным, правильно, для себя. Сделайте свою жизнь счастливой, сделайте свою жизнь гармоничной. И будьте готовы, что кто-то будет недоволен. Это нормально. Поэтому вот, чтобы хищник, вот зеркаль, вот такой лев, уверенный, всегда на вас смотрел. Вот. Ну. Вот. 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 вот.